Великопостные концерты проходят в Викторинбургской епархии. Это уникальное явление русской музыкальной культуры, не имеющей аналогов в мире, возникло еще в XIX веке. Тогда, в Дни Святой Четыридесятницы, в Петербурге, публике были представлены образцы высокого искусства из мировой сокровищницы инструментальной симфонической и хоровой музыки. В столице Среднего Урала традицию продолжают. Подробности у Надежды Калининой. Неаполитанская песенка, посвященная святой мученице Луки Сиракузской, известна многим под названием Санта-Лючия. В концерте детского Успенского хора зрители могли услышать и симфонические, и вокальные номера, ведь ребята все очень творческие. Так София, что стоит по центру, пишет стихи, вдохновляет девочку многое. Ну, наверное, природа, ну и другие стихи, другие писатели. Я читаю другие стихи, и рифм подбираю. С Великопостными концертами ребята гастролируют уже третий год. Главная цель в том, чтобы мальчики и девочки научились дарить радость другим. Ведь делать добрые дела в пост очень важно. В связи с этим возникло, почему же мы поем песни, вот просто поем песни, что же Великий пост? Просто готовиться к Пасхе, вроде как хочется большего. И возникла такая идея, и программа была уже готова. Настоятель Успенского собора является и руководителем еприхиального социального отдела, окормляющего многие учреждения. Поэтому с поиском площадок для выступлений у коллектива не возникло проблем. А в этой коррекционной школе уже давно есть пост милосердия. Прихожу к ребятам раз в неделю, и мы проводим с ними занятия. Ну, также у нас бывают какие-то мероприятия, там, поездки. Недавно мы ездили в СССР на заводе фарфоров, мы были в храме царевича Алексея. И главное, что стремятся сделать сотрудники службы милосердия, это дать ребятам свою любовь и заботу. Помочь поверить в то, что все возможно. Одна надеждою зовется, и верить хочется, и верить хочется, что это ведь не оборвется, и жизнь не кончится, не кончится. Концерт состоялся в день памяти сорока севастийских мучеников. И ребята из собора Успения подарили зрителям жаворонков – символ наступающей весны. Такие простые булочки традиционно пекли к этому празднику, всегда приходящемуся на дни поста. Воспитанники коррекционной школы тоже не остались в долгу и преподнесли юным артистам поделки – цветы из бумаги, которые они сделали своими руками.